всем привет меня зовут татьяна добро пожаловать на мой канал сегодняшнее видео у нас на тему second hand давно уже не было на моем канале подобного видео находки second hand и за этот период у меня что-то насобиралось я готова с вами поделиться показать вам что у меня есть что-то очень хорошее может что-то не совсем но тем не менее если вам интересно посмотреть мои находки тогда оставайтесь в экранах и мы начнем уже прям сейчас не затягивая время вот такая блузка мне попалась буквально за несколько евро это было еще летом но как-то мне не находили руки вам не показать это булочка шелковая абсолютно такая летняя воздушная рубашечного кроя но не не оверсайз она идет такая вот более по фигуре это приятная к телу стопроцентный шелк и как видите принт такой горошек я может быть не совсем поклонница горошка но эта бузка мне показалась интересной потому что вот какая-то она не навязчивая какая-то не не могу описать какая точно но какая-то приятная не глазу поэтому сейчас покажу вам и поближе у нее есть некоторые детали например вот она на пуговках да и с этой стороны вот где застегиваются пуговки идет не просто ровный а такой вот зига образно или как да вот такой крой по краю сами сами пуговки абсолютно вот такие вот они вроде бы не совсем простые прям прям но вот как вы видите на экране такой себе простой но мне кажется лаконичный воротничок бренд называется вот так хопс я знаю этот бренд и этот магазин нас довольно он такие небюджетные поэтому на эту булочку я обратила внимание на так вот выглядит рукавчик не совсем длинный но и не совсем три четверти как-то так между между вот чуть-чуть кажется как бы прозрачным из того что у нее горошек print она не является так значит сильно прозрачный так что все перекрывает приятная к телу я ее даже постернула и еще не гладила и как видите вот так она выглядит неглаженном состоянии так что мне кажется удобно будет вещь брать с собой где-то в поездку где ну не совсем возможность есть погладить скажем так и сюда же хочу вам показать это в один день я покупала такой шарфик он тоже стопроцентный шелк но по крайней мере так пишет прямо на самой этикетке стопроцентный шелк какой бренд я не знаю написано что сделано во франции шарфик такой леопардово леопардово далмантиновской окраски черно-белый я его еще ни разу не надевала но он также очень приятный к телу и такой ненавязчивый на на любой выход мне кажется или просто на любой outfit можно его повязать как угодно и на сумочку и на шею и на волосы в общем то куда угодно потому что он весь такой мягкий воздушный и подвижный шарфик далее может быть я вам уже показывала если честно не помню но покажу еще раз если показывала то это тоже блузочка которая купила буквально за 1 евро идеальное состояние не новая не скажу что прям как с нуля но очень хорошего состояния она тоже является шелковой по крайней мере на этикетке что здесь стопроцентный шелк и самая обычная красная она не яркая по моему камеры передают более яркий цвет такой красно такой розово-красный накутал и она такая чуть приглушенная и мне кажется по юбочку летом очень даже неплохо будет смотреться но правда я ее еще ни разу не надела но надеюсь что еще надену вот такая вот за евро да я могу поносить ее пару раз и мне не жалко будет с ней расстаться следующее вот такое платье летнее платье плесе длина за коленку на мой рост 156 длина за коленку и цвет цвет как видите такой бешевой серый воротничок как бы должен быть предусмотрен как стоечка но из того что это шифоновое платье то есть у него основной материал поверхностные как шифон идет то естественно этот воротничок не будет как стоечка и он будет такой более свободным свисающим без рукав свободность это платье скрывает абсолютно все недостатки которые могут быть если вдруг кого-то они есть да но самое еще основное что мне здесь нравится в этом платье есть подклад этот подклад такой котон хлопок как маечка знаете если понимаете о чем я говорю вот словом майка вот такой вот материал я его сейчас покажу тоже такого же цвета хлопковый приятный подвижный вот такой прям весь и да тоже гладить не нужно потому что вот у меня есть подобное платье красное если вы могли наблюдать его тоже купила секонд-хенд и я его очень люблю это платье на все случаи жизни если мне нужно куда-то в поездку я знаю что это платье всегда обращает на себя внимание она не нуждается в какой-то глажки в каком-то супер сложить сложение чтобы его там надо было как-то аккуратненько сложить просто может отбросить чемодан вытащишь и но будет такого же вида поэтому это платье по типу этого же красного но только не красным а вот таком вот бежево бежевом цвете скажем так единственный один момент есть что это платье я не буду носить потому что ну во первых у меня есть подобное красное во вторых мне этот цвет немножко меня так сказать я теряюсь ну как бы не знаю то есть мне этот цвет не подходит он подходит для более ярких личностей у кого может быть темные волосы яркие глаза яркие еще что то то как там я в нем теряюсь и я вот как стена поэтому я решила что я этому позе могу предложить кому-нибудь другому кому она подойдет и понравится но то что она комфортно и на все случаи на все случаи жизни может быть под яркие туфли яркой сумкой летом это будет смотреться вот так ну в общем то я решила продать это платье кому интересно можете мне писать в комментариях или в личное сообщение еще одно платье которое пару раз надела это такое как сказать платье в стиле комбинации да вот такое черное то есть на тоненьких бретелях и здесь v-образные как сзади так и впереди и просто черная за коленку длина и у него внизу есть вот такой момент ажурный очень приятный такой нежный ажурный ажурная окантовочка то есть смотрится очень так интересно скажем так и да я это платьице надела пару раз под футболку и чувствую что она на меня немножечко немножечко маловато и потому что это все таки где-то засередила размер с по моему мне бы было отлично м ну по крайней мере вот в этом салоне в этом в этом фасоне и поэтому состояние у него было практически новым я не знаю может быть даже новым но просто без лейпа без этикетки но такое ощущение как будто она даже никогда не стиралась по крайней мере так выглядело но естественно я это простернула прежде чем надеть и была очень довольна ходить очень удобно и комфортно и так игриво я вставлю фотографию да как она мне сидела но все таки я так чувствую что чуть-чуть она на меня маловато и при и я бы была довольна если было бы в размере м поэтому тоже продаю это платьица если кому интересно кто скажем чуть хуже меня далее такое платье туника наверно платье туника от манго размере с я его купила летом и даже успела надеть в отпуске в мальте пару раз вот такой цвет скажем светлый не яркий но светлый летний и это платье туника но более такое знаете кежуал наверно может быть даже на пляж пойти или как то так состав стопроцентный шок все в нем замечательно и я несколько раз походила и да да вот она тоже тоже постиранная и не глаженная выглядит так что принципе не нужно его особо тут выглаживать то есть на все случаи жизни тоже пригодится но она на меня чуть чуть маловато опять таки то есть размер с вот кто чуть чуть меньше меня буквально чтобы на пару килограмм у меня вес 44 44 54 килограмма вот кто на 50 52 наверное просто отлично сядет вот такой вот нижний валанчики есть она такое более как бы чуть свободненько но на меня чуть 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 не совсем свободно у меня есть такая рубашка которыми муж муж нашел я муж просто клетка домашка приятная к телу такая по типу флиса до ткань не знаю этот бренд сделано в кенни написано и райдер бояли то есть это от бронда ли кто знает этот ран понимаете о чем я обычная рубашка свободного кроя я уже начинаю носить ее дома она такая теплая под футболку сверху рубашку спортивный какой-то вниз домашний и все отлично она не знаю новое или нет но по крайней мере все они отлично не никаких тут не пятен не нервания не затаскивание и да если ткань по типу флиса то у есть такое свойство если долго носить то там на рукавах где-то да такие как потертать все остаются но в этом случае пока ничего я не заметила и с удовольствием нашу также у меня есть жакет который у меня был так под вопросом оставить не оставить оставить не оставить себе пиджак жакет такого цвета серого ну серый серый как называется да то есть ну такой он такой чуть как бы оверсайз но мне он очень очень нравится своим составом потому что в этом в этом жакете шерсть и шерсть и шелк вот две основных составляющих практически то есть других других смеси здесь нет и он по-своему где-то интересен вот это вот вот этот карманчик внизу два кармана пуговки смотрите такие пуговки типом брэ здесь тоже есть пуговка а вот такой отворот сделан бренд вот такой я не знаю не знаю не знаю это имя не знаю этот бренд насколько он дорогой или нет не могу вам сказать сзади выглядит вот так здесь был разрез как обычно бывает в жакетах пиджаках разрез но мне не нравится как расходится разрез сзади и я предпочитаю жакеты которые без разреза поэтому здесь я его как бы чуть-чуть так найти подхватила чтобы не открываться на как бы зашила будем так говорить вот такой жакет мне он сам по себе нравится но в то же время кажется что он таким знаете как чуть оверсайзом то есть плечи такие более массивными показывает наверное может не совсем мой размер но по крайней мере сидит вроде бы как мой и смотрите здесь еще вот такая лейба этого бренда что говорит о том что это должно быть что-то такое качественно и достаточно дорогим но я не пробивала по интернету не могу сказать что это за бренд насколько он дорогой поэтому для разнообразия ставлю себе буду носить там иногда он такую кяжуал но чтобы не выглядеть бабушка или дедушка в этом жакете и плюс когда еще тебе не 18 то нужно очень правильно совмещать секонд-хенд вещи как минимум мне кажется совмещать брендами которые непосредственно вот актуально в это время например с какими-то модными брюками модными джинсами модной обуви модной сумкой и что-то в этом роде рубашкой но если все сразу надеть секонд-хенд и это естественно это вчерашний день и это винтаж уже было чуть ли не говорить то конечно можно выглядеть очень даже и если тебе еще плюс сколько-то лет но не 18 то можно выглядеть даже очень и очень старо буду правильно называть эти свои выражаться так скажем потому что но можно себя лет на десять застарить в этом аутфите поэтому очень внимательно на мой совет очень внимательно сочетайте вещи которые купили секонд-хенд и если они туда ближе к винтажу то надо очень правильно уметь их совмещать я не спец в этом деле но я очень стараюсь пытаясь чтобы не выглядеть нелепо а не помню тоже возможно показывала но покажу еще раз юбочек которая по-моему я ее показывала ну короче я ее купила в состоянии практически нового мне кажется она не стиралась ни разу потому что я даже побоялась стирать ее в машинке постирала вручную так как здесь есть лейба где говорится именно вручную стирку и я пробила этот бренд значит очень дорого там какая-то английская какой-то английский дизайнер ну в общем то придя в 500 евро или фунтов стоимость называется вот так если видно неправильно почитать диана диана он уж не буду короче и даже не английская немецкая вот немецкий бренд немецкой дизайнер что такое в общем тут немецкое имя и фамилия такая кежилл юбка обычная она идет не когда коленки хаки цвет хлопок не помню гладила вернет скорее всего нет и у нее есть пуговки здесь то есть это не обманки можно застегнуть и расстегнуть вот и вот так она выглядит купила я не за три рубля точно скажу что-то покупала в разделе дизайнерские вещи но там уже не стоит двадцать где-то так вела а также мне муж буквально недавно принес такую футболку черное как видите с таким интересным силуэтом мужчины каким-то очень модным и это бренд дольче габбана насколько это оригинальная футболка я не буду утверждать но по крайней мере здесь написано что сделано в италии и вот здесь вот тоже дольче габбана нашита вроде бы все строчки все как бы ровненько все аккуратненько не знаю черная здесь нашивка по-моему это шелк будет вот эта нашивка вот этим вот мужчиной просто черная и она мне такая полусвободная не в обтяжку но здесь хлопок с примесью ластина наверное потому что она такая немножко как но может тянуться если надо да и здесь указан размер l не знаю возможно это мужская которая идет в обтяжку знаете чтоб на красивое тело но буду носить и я поэтому такую футболку буду совмещать но сейчас как бы актуально можно и мужские футболки носить это тоже выглядит круто если умеешь правильно надеть стиль и шанель такая такой костюм двойка где идет платьица сарафана спрятаная клетка черно-белая и немножко розовая такая нежно-розовая платьица сарафан абсолютно мягкая к телу очень приятная такой знаете подвижная сзади потайная змейка замочек змейка поправьте если что-то не так говорю вниз также идет с окантовочкой мягкого ажура покажу вам ближе вот такая и это по-моему американский какой-то бренд потому что здесь написано баннер нью-йорк я думаю что это что-то американское и к нему же идет жакетик вот такой жакетик такой средней длины можно даже чуть сказать чуть укороченный на одну пуговку застегивается который пьян такой же тканью есть брошь брошь она отстегивается если нужно тоже вот ажур плюс эта ткань и далее нет никаких пуговиц и это абсолютно новое здесь есть кетка дополнительная запасная пуговка вот очень подвижная рукавчик можно и закатать сколько надо куда надо сзади просто прямой крой и есть такой один момент если честно я не очень люблю вот по типу такой клетки но это на мой взгляд я вижу что они модные очень много модных и дорогих дизайнеров предлагают именно такой такую клетку такую ткань но это как-то вот не мое мнение лежит близко к сердцу во первых во вторых этот костюмчик на меня даже чуть великого то есть он более идет здесь указаны 14 размер на значит он идет на такой на средний до м к то есть у меня в основном размер с иногда бывает м что-то но этот на меня костюм большой и то есть он на м поэтому я его продаю если кому интересно пожалуйста пишите мне в комментариях договоримся о цене и то есть я дорого за него конечно же не буду брать и я не думаю что он какой-то мега дорогой в пределах 20-25 евро это будет стоить плюс минус это такой плащик плащ можно сказать чуть укороченный то есть он будет он должен быть по идее где-то вот по коленку коленка плюс минус кого какой роста плюс минус выше не примерно так плащик свете камера не передает переливом как бы бронзовый наверное да или медный какой-то такой оценок медный может быть и с чуть-чуть таким переливом вид камера не передает этот перелив он такой очень-очень легкий и пошив знаете такой свободный не солнце клюш но а-образный а-образный пошив посол сзади есть такая как складочка вот если можете наблюдать складочка и вот его вся длина то есть размер здесь с к тоже американский бренд есть пояс если нужен но мне кажется даже он замечательно будет смотреться без пояса на если хотите если хочется подчеркнуть талию то можно с помощью пояса сделать фугов карманчики вот такие называют хулиганы до команды хулиганов вот обычные пуговки пуговки самые обычные но мне кажется здесь ли переставить какие-то более интересные фуговки будет вообще смотреться круто этот плащ или бренд тоже какой-то американский джонс нетворк джонс нью-йорк размер с подойдет но при сдано это подойдет чтобы там смитеров здесь есть немножко такие легкие как плечики вставки но само плечо скроено вот так же на рукаве есть такая бляшечка здесь есть такая бляшечка в принципе плащик очень хорошего состояния я не скажу что он нулевой но он очень хорошего состояния ничего не как такого же цвета подклад приятный к телу то есть это видно что плащ не не такого там какого-то очень бюджетного магазина средний средний класс как еще говорят масс-маркет да на уровне зарыва где-то так то есть плащик тоже я продаю что у меня этих плащиков еще она со своего гардероба все почистить это же уже как-то от них начинать избавляться потому что это невозможно накапливать все а носить просто некогда и некуда поэтому этот плащик у меня уходит тоже на продажу если кому-то интересно пожалуйста пишите мне в комментариях или в личные сообщения договоримся тоже цена плюс-минус 20 евро будет и вот так вот такие мои были находки из секонд-хенда напишите мне в комментариях как вы считаете насколько они вам понравились или нет стоят ли они своего внимания или нет покупаете ли вы что-то в секонд-хенд пишите мне в комментариях мне будет очень интересно знать одна ли я не одна ли я обращаю внимание на секонд-хенд хотя сегодня такое время когда поднимается тема природы охрана природы захламление и все эти дела поэтому много много людей сейчас в мире которые борются с этой темой и предпочитают все таки приостановить переизбыток нашего потребления и целенаправленно не покупают ничего в новых магазинах там китайщину и прочее прочее а пользуется только вещами которые уже были в использовании то есть был вещами не только одежда и другие какие-то дела и мебель и так дальше поэтому напишите мне в комментарии ваше мнение мне будет очень интересно узнать по ту сторону экрана мне очень приятно если вы подпишетесь на канал поставить этому видео лайк прокомментируйте подписывайтесь на меня соцсети я тоже там есть все ссылки под видео так что заглядывайте так все там если где меня можно найти как со мной связаться и я вам желаю обдуманных всегда покупок хорошего настроения я всех целую и отличного дня не только сегодня пока пока